Перечень мероприятий настолько наполнен, я неоднократно судьбоводителем наших спортивных учреждений это обсуждал. Даже невозможно все это перечислить, количество занимающихся спортом регулярно год от года в городе растет. И отравно, что есть наработанная практика проведения соревнований федерального первого уровня. Для меня это было, конечно, приятно отметить и, конечно же, бесспорно, в этом направлении поддерживал, поддерживаю и личным участием, и как зритель на спортивных мероприятиях. Тем не менее, там тоже есть еще серьезные резервы, требуется завершить, мы же ее начали, ремонт дворца спорта, у них Семенкова, сумма там вложена. При поддержке министерства спорта, лично сам приезжал в министр спорта, строительство нашего, осматривал, курировал, обсуждали мы с Александром Викторовичем, который приезжал в губернатор сюда, тема есть, требует серьезного дальнейшего сопровождения. Ну и неоднократно мы говорили, я буду повторяться, потому что город Назаров подтвердил статус спортивной столицы западной территории в рейтинге городов с населением милиции 15 тысяч, занял первое место в общем зачете. Также мы галели и формировали вместе участие нашей команды «Зимник» в играх, которые в Лесосибирске достойно выступили, первое место. Не буду все это перечислять, подчеркиваю, что заслажена работа руководителей, тренеров, поддержка родителей, педагогов, мои близкие, думаю, что и власти, надеюсь, что все это разделятся. Набирает масштаб занимающийся спортом, подчеркиваю, сдача ГТО и те нормативы набирают популярность. Есть серьезные резервы, на мой взгляд, это более активная такая, раскрученная должна быть спартакяда, городская спартакяда, трудовых коллективов и наших учреждений. И пока она так на стадии обсуждения, она идет, она организована, но в публичном пространстве мы ее мало освещаем. Там есть, в чем еще приложить организационные ресурсы, не как главе города, в том числе. Про серьезные достижения наших мастеров, высокие звания, мастеров спорта международного класса мы уже говорили. И еще раз повторюсь о том, что Одиноков Александр Иванович, Мастер спорта международного класса, очень серьезные признания и спортивный доступ к городу Назарова. Ну и, мне кажется, без бумажки даже наши руководители не скажут, сколько у нас мастеров спорта в целом, где не имеет статистика, что все каждый год увеличится. И, подчеркивая, это такая система работы отдела, мужчин не видят в глаза и говорит, Лео Борисович, спасибо вам публично, за сопровождение активной части, но и вашим коллегам, руководителям наших спортивных учреждений, депутатам городского совета. Следующее направление, которое тоже является отличительным для города, это молодежная политика. Наталья уехала как руководитель, спасибо ей огромное. Но именно 22-й год стал таким масштабным по количеству и достижению всевозможных грантов и призовых мест, которые они завоевали на краевом уровне. И как итогом вот этих достижений стало то, что, я считаю, что это заслуженно. Город Назарово на 23-й год молодежная столица. Безусловно, еще повод для того, что мы как руководители и управленская администрация максимально еще проанализировали и нашли еще резервы и формы поддержки нашей молодежи в городе. И мы об этом тоже неоднократно утверждали. Я это подчеркивал. К сожалению, молодежная работа прикрывается только в границах города Назарова. И я ставил эту задачу. Надеюсь, что у нас также совместно с образованием. Все-таки сопровождение наших студентов, которых, к сожалению, пока это остается на статусе декларирования. Продолжение следует...